Торговый центр Сухомаркет в столице является одним из ведущих объектов торговли. Именно здесь сегодня инспекторы отдела потребительского надзора Госстандарта провели плановую проверку. Инспекция торгового центра проводится с целью выполнения требований по ранее выданным предписаниям, чтобы пресечь нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и правил торговли. В начале инспекции специалисты решили проверить соответствие с цен на прилавках и у кассы, так как по этому поводу от потребителей поступает немало жалоб. Или они перепутаны, бывают ценники, или производитель не тот заявлен, но это является нарушением правил торговли. По этому факту мы оформляем документы, даем предписание, срок на устранение, в случае неустранения уже штрафные санкции будут применяться. У нас штрафные санкции идут от 1200 до 1800 рублей нарушение правил торговли. Если в дальнейшем будет выявлена посроченная продукция, продукция без маркировки, без соответствующих сопроводительных документов, такая продукция будет изыматься, динатурироваться в согласии руководителя объекта. Если в случае он будет отказываться, мы перейдем материалы в суд. Суд выносит постановление о конфискации и утилизации данной продукции. Инспекторы через кассу пробили несколько видов товара – рыба, творог, хлопья, крупы, молоко. Все цены соответствовали указанным на прилавках, кроме упаковки молока, где разница была в 9 рублей. Смотрите, цена образования сразу накладная идет в операторскую. Правильная цена идет на кассу. Если даже так... Утром уже потребитель должен иметь конечную результацию, чтобы он мог рассчитать свои денежные сези. Но если поздно пришла накладная, то с утра они вырезают ценник и ставят... Если какие-то факты будут, мы вам предупреждение выдадим на острове. Также госстандартам регулируются цены на социальные продукты – хлеб белый высшего сорта и серый первого сорта. При проверке оказалось, что в некоторых случаях было отклонение в весе. Это уже нарушение со стороны самих производителей. Также выяснилось, что многие товары были без маркировки. К примеру, на упаковках яиц. Управляющий торгового центра объяснил, что срок годности указан на общей коробке. Я подхожу к вашей стойке, беру продукт, и я же не буду искать коробку и к вам идти на склад. Когда заканчивается срок годности? Коробка, понятно, но у вас коробка находится на складе, а я как потребитель не знаю. Мы раньше так выклеивали, можно вырезать, поставить и нарушать. Это уже нарушение. Зачастую бывает такая ситуация, что когда срок годности, опять же, именно яиц, так часто бывает, что когда заканчивается срок годности, их просто перефасовывают в пакетики и убирают коробочку, где написан срок годности. В данном случае они перефасованы срока, годности нет, и потребитель, подходя к стойке, не может определить, закончился срок годности, не закончился. То есть потребитель не может удостовериться в качестве продукта. В отделе полуфабрикатов проблем со сроком годности выявлено не было, но опять-таки отсутствовала соответствующая маркировка. В другом отделе местных полуфабрикатов инспекторы обнаружили сразу несколько нарушений. Отсутствие сертификата качества и нарушение условий хранения. Сроки годности здесь не нарушены, но в данном случае холодильник, холодильное оборудование работает в неправильном режиме, что привело к размораживанию данной продукции. И сейчас надо будет установить, какое время этот холодильник не функционирует в нормальном режиме, и скорее всего эта продукция уже не будет подлежать реализации. В условиях хранения в данном случае нарушено, это критичное положение для этой продукции. Она уже вот все, товарный вид потеряла, не соответствует никаким нормам. Инспекторы отдела потребительского надзора госстандарта выявили продукцию и с истекшим сроком годности. Некоторые масла у них срок годности бывает 60 суток, 120 суток, 180 суток. И поэтому немногие потребители не смотрят на срок годности и думают, что у них длинный срок. Но у некоторых масел срок годности ограничен всего 30 суток. То есть мы видим здесь 5 августа производство, 5 сентября срок годности истек. Также и что касается и большого объема, то есть вот 27.07, то есть 21 августа срок годности у этого, но это не масло, это по-моему спред, если я не ошибаюсь, ну что-то типа маргарина. Вот срок годности у него истек. Инспекторы с разрешения управляющего торгового центра Сухомаркет произвели денатурацию просроченных продуктов, то есть испортили товарный вид. В ходе проверок также было выявлено, что у местных продуктов, а именно полуфабрикатов, дата окончания срока годности у всех одна и та же. Дата окончания срока годности указана 30 декабря 1999 года. Может 1999, может 2099. О чем это говорит? Это говорит о том, что сроки годности неверно указаны. То есть возможно этот продукт уже просрочен, возможно нет. А возможно, что переклеили уже. А возможно и переклеили. То есть это неправильная маркировка, обман потребителя. Здесь очень много нарушений. Плюс к этому ко всему, любая пачка сосисок, которая изначально упакована в герметичную свою заводскую упаковку, после вскрытия, практически плюс-минус, там несколько часов, срок годности их после вскрытия, это 72 часа. Аналогичная ситуация была и в отделе сладостей. Срок окончания годности на мармеладе указан 30 декабря 1999 года. Значит, у нас тут наблюдается, что вся перефасованная продукция, которая изначально была в своих тарах или упаковках, неважно, вся перефасованная продукция, срок годности у них заканчивается в один и тот же день. Это говорит о том, что при перефасовке они просто ставят дату 30, 12, 99 года, или что это, я не знаю, просто одну и ту же дату окончания срока годности ставят на всю продукцию, которая у них есть перефасованная. Управляющая пояснила, что продукция не просрочена, но и объяснить, почему на упаковке указан 99 год затруднилось. Это просто, вот пишется все, вот куриные, магицы прям с коробки. Опять-таки, мы говорили, помните вам о маркировке продукции? О маркировке. Маркировка включает в себя необходимую информацию для потребителя. Здесь ее нет. Не правильно сделали. Ну, это неправильно. Почему нет необходимого? Вот куриные изготовления, 13, 04, 22, окончание. Я понял, но тогда объясните вот этот 99 год. Это просто из... Это же нарушение, правильно? Ну да. Вот смотри. Но оно не просроченное, мы коробки все можем показать. После распаковки, да, с общей тары, в расфасовке, более трех суток не имеют права на реализацию. Нет, есть, которые имеют. Итоги инспекционной проверки в торговом центре «Сухомаркет» подвел начальник отдела потребительского надзора госстандарта Георгий Тарба. Эта проверка у нас займет не более 10 дней. Мы по результатам потом вам сообщим, какие меры и санкции примем данному объекту. В рамках реализации работы по защите прав потребителей Госкомитет по стандартам потребительскому техническому надзору будет проводить плановые инспекции и на других объектах. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефону 222-54-58, 777-54-58. Алика Трапшрама Камки, Абхазское телевидение.